В те дни, когда в Башкирии бушевала истерика братства с Белоруссией, многие удивились восторгом дорогого Радио Фаритовича по поводу белорусского магазина одежды. Того магазина, где самая дешевая белая футболка без всякого принта стоила аж 2590 рублей. Но на минувшей неделе ситуация прояснилась. И дело вовсе не в том, что 2500 за простую футболку это дешево. Дело в том, как Радио Фаритович вообще оценивает действительность. Уфимские СМИ проанализировали наряд губернатора и обнаружили пристрастие Хабирова не только к мегадорогой итальянской марке Loro Piano в подражании Игорю Сечину, но и любовь Хабирова к другому итальянскому бренду – Brunello Cuccineli. На публике Радио Фаритович щеголяет футболки этой фирмы за 48 тысяч рублей и брюках за 62 тысячи рублей. Отмечу от себя, что эти цены еще, в общем-то, приведены со значительной скидкой от исходных. Ну, в таком случае неудивительно, что Хабиров восхищается футболкой, которая в 20 раз дешевле, чем его собственная. Как говорится, у кого супчик жидкий, а у кого жемчуг мелкий. На этом фоне совершенно непонятно, тогда зачем вообще Радио Фаритовичу при таком прикиде тратить общественные бюджетные 20 миллионов рублей на собственный имидж. А именно 20 миллионов рублей на прошлой неделе отслюнявили ведущим государственным СМИ Республики Башкортостан на укрепление имиджа региональной власти. Не подумайте, что я завидую или ерничаю по поводу того, как одет губернатор. Глава Республики действительно должен одеваться прилично. Но, опять же, повторю вопрос. Зачем человеку развивать свой имидж, если он так прекрасно одет? Как известно, единственный способ не дать себя оболванить пропаганде – это пользоваться достоверными и независимыми источниками. Именно таким источником для вас является открытая политика. А чтобы этот источник не пересох и не иссяк, как река Белая, этому источнику нужно помогать. Помогать нам можно единственным способом, перечисляя деньги на тот расчетный счет, который мы указываем в каждом нашем выпуске и в описании под каждым нашим выпуском. 100-200 рублей еженедельных пожертвований точно не сделают вас нищими, но помогут нашему каналу и далее нести вам достоверную информацию и анализ того, что происходит в регионе. Но далеко не у всех рядовых членов команды «Х» все так благополучно и нарядно, как у губернатора. На минувшей неделе стало известно, что еще один, уже третий мэр башкирского города, города Давликаново попадает под суд. Вячеслав Гапоненко, глава города Давликаново, идет под суд по той же самой схеме, что и вице-премьер Беляев, который получил 6 лет колонии. Все те же очистные сооружения, только теперь в Давликаново. И та же приемка недостроенного объекта, ну плюс еще небольшой контрактик для друзей, которые должны были прикрыть приемку этого объекта за отдельные 500 тысяч рублей. Собственно, ничего нового, будем наблюдать, что будет с мэром Давликаново, но схема уже отработана, и как минимум 6 лет ему теперь полагается. Тем временем продолжается разбирательство в отношении мэра Салавата и мэра Межгорье, которого, кстати, упорно не увольняют с должности и продолжают выплачивать ему зарплату. Ну, собственно, видимо, это традиционно последнее, что может сделать дорогой Радифаритович для своих коллег и подчиненных в процессе того, как они отправляются на нары. Осознание того, что клятва Хабирова о нерушимости братства команды чиновников и круговой поруки оказались пустыми словами. Собственно, видимо, потихонечку накрывает тех, кто собирает крошки с барского стола, и они начали уже как-то пачками отползать от этого стола. На минувшей неделе сразу два заместителя или заместительки, руководителя агентства по печати и массовым коммуникациям добровольно покинули свои теплые креслицы. Речь идет об Ольге Красноногой и Зухре Саидкуловой, которые дали дёру с тонущего корабля Хабирова. Впору начинать затыкать уже кадровые дыры всякими Зульфиями, Гайсинами и Динарами Зайнулинами эти уж точно не подведут. На прошедшей неделе Федеральная антимонопольная служба и прокуратура синхронно возбудили дела в отношении киностудии «Башкортостан» и ансамбля имени Файзи Гаскарова, двух флагманов Амины Шафиковой и Министерства культуры. Министерка культуры Амина Шафикова так далеко зашла в стремлении нравиться начальству в Белом доме, что пустила по боку все законы и правила при заключении государственных контрактов муниципальных и государственных предприятий. Правоохранители заподозрили неправомерное использование бюджетных средств при заключении контрактов. Попросту говоря, контракты заключались уже после того, как работы по ним были произведены или не были произведены. В этом предстоит разобраться правоохранительным органам и Федеральной антимонопольной службе. Эти контракты Минкульт заключал с неким ИП Юдина, которая традиционно и широко улыбается лично Амине Шафиковой. А еще Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении «Башавтотранса» за необоснованные закупки у единственного поставщика. Но тут, как говорится, классика жанра. Тут все как у «Башспирта» по образцу Нугуманова. Но вот вопрос. Возбудиться-то фаз возбудился. А будут ли результаты? Что-то по «Башспирту» мы этих результатов не видим. Может быть, ждут, когда Нугуманов, Стрижнев и прочие сделают пластические операции или отъедут куда-нибудь в Черногорию. А возможно, ждут, когда закончатся процессы по переводу имущества, которое касается того самого знаменитого кампуса. Там тоже Стрижнев присутствует. В общем, непонятно. Дела возбуждаются, а результатов пока не очень видно. Иногда может показаться, что основным стратегическими партнерами Республики Башкортостан являются Беларусь и Иран. Ведь именно им посвящаются бесконечные форумы, всяческие праздники братства и союзничества. Но на самом деле стратегическим партнером Радия Хабирова являются выходцы из Солнечной Армении и их юридические лица. Мы много рассказывали о трогательной дружбе Хабирова с господами Арутюняном, Абавяном и Аропетяном, фирмы которых штампуют нам парки и скверы по миллиарду каждой, чуть ли не каждую неделю. А еще Ради Фаритович нежно сотрудничает с Кареном Мартаяном и его фирмой ООО «Артремстрой», которая вот буквально недавно получила подряд на переукладку плитки по улице Ленина аж на 200 миллионов рублей. И это только первая треть этих работ. При этом Хабирова совершенно не смущает, что в отношении этого Карена Мартаяна расследуется уголовное дело по статье 159 части 4 «Мошенничество». И на данный момент уже арестовано имущество этого самого Карена. Видимо, Хабирову факт наличия уголовного дела кажется особенно социально близким и, повторюсь, нисколько его не смущает. Глядя на этот триумф башкирско-армянской дружбы, на глаза, конечно, наворачиваются слезы умиления. Но хочется и спросить, дорогого Ради Фаритовича, почему в республике Башкортостан не осталось людей, способных благоустраивать парки, ну хотя бы при помощи липовой доски, ну или элементарно поменять плитку с хорошей на очень хорошую. Неужели в такой большой четырехмиллионной республике не осталось ни одного юридического лица, которому можно доверить эти важные вещи? На Башкирию неминуемо надвигается очередной международный форум под названием «Башкирский конь». Ну, новое развлекалово для хорошо одетого губернатора. И становится известно, что центральным артефактом этого события станет седло Салавата Юлаева. Это самое седло будут с гордостью демонстрировать гостям из Афганистана, Ирана и Чечни. Примечательно, что власти, похоже, стараются окончательно стереть из народной памяти самого Салавата Юлаева, которым в этом седле когда-то сиживал. Уж больно нехорошо ассоциируется этот борец с самодержавием 18 века в условиях самодержавия 21 века. И потому решено ограничиться только седлом. А вот грандиозный монумент Салавату Юлаеву над рекой Белой продолжает ржаветь и разрушаться, ожидая какого-нибудь подходящего урагана, чтобы нырнуть, наконец, в эту самую реку, пока она окончательно не пересохла. Вся республика с замиранием сердца продолжает наблюдать за судьбой районов и городов, где введена чрезвычайная ситуация в связи с конфликтом губернатора и хозяйствующими субъектами. Власти районов и городов, откуда был изгнан рекоператор Дертюли Мелеводстрой, упрашивают своих жителей соблюдать спокойствие и фасовать мусор в крупную тару. Мешки с мусором вывозят какими-то странными тележками и тракторами, но только вывозят оттуда, где горы отходов уже стали приближаться по высоте к крышам домов и угрожают сходом мусорных лавин. Мусоровозов так и нет. Несмотря на обещание министра Фазылова нормализовать, стабилизировать ситуацию к 1 августа, похоже, ничего не получается. Остается 8 дней этого мусорного ада до той даты, которую обозначил министр Фазылов. Ну, так и непонятно, когда, за чей счет и откуда возьмутся мусоровозы у нового оператора Эко-Сити. Причем мусоровозов этих нужно не 2-3, а, пожалуй, что несколько сотен. А пока в районах и городах, где из-за капризов губернатора рухнуло мусорное хозяйство, в этих городах придумали некое ноу-хау. Перевернули вверх дном мусорные контейнеры, которыми еще вчера так яростно гордился Радий Фаритович, и предлагают складывать мусор просто в кучу на землю, потому что его так удобнее грузить в те самые утлые тележки, на которых их вывозят в неизвестном направлении. Продолжаем наблюдать за этой ситуацией с тревогой, потому что скопление мусора летом в городах и населенных пунктах, собственно, чревато эпидемиями, нашествиями крыс, мышей и прочих неприятных вещей. Ну, народ у нас великотерпив, так что, в принципе, видимо, всех все устраивает. И жители вот этих 12 районов и трех городов согласны с тем, что им теперь нужно купить мешки, относить их в огромную кучу около их дома, а там оттуда их когда-нибудь кто-нибудь вывезет. В общем, вот, продолжаем наблюдать и продолжаем анализировать ситуацию. С деревянным самолетиком Мавлеева на бульваре Славы в Уфе приключилась первая авария. Как было понятно, монумент сей сделан из веток и прочих подручных материалов, и, как говорится, жди проблем. Качельки, подвешенные под фюзеляжем деревянного аэроплана, не выдержали восторга горожан, проволочки разогнулись, и сиденья, сваренные зачем-то из такого сурового металла, рухнули на землю. К счастью, никто не пострадал, но у меня возникает вопрос. А у этих вот качелек имени Мусы Гореева есть обязательный сертификат соответствия от комитета по самооходным машинам, которому было поручено контролировать и сертифицировать аттракционы в республике Башкортостан. Когда неведанные мастера создали этот грандиозный монумент из веточек клея и жести, они вообще сертифицировали вот эти качельки, на которых качаются и дети, и взрослые, и которые, как мы теперь видим, периодически будут обрываться и падать на землю. Вообще штука очень травмоопасная, и, пожалуй, что на этот вопрос, если не хочет отвечать комитет по самоходным машинам, то, наверное, должна ответить прокуратура. Общественный транспорт города Уфы продолжает деградировать стремительным домкратом. На фоне виртуозно устроенных уфимской мэрией пробок и заторов на пустом месте поднялась стоимость проезда. Теперь она составляет 35 рублей, в том числе и по карте Алга. Но власти не останавливаются на достигнутом. Решено закрыть сообщение между Демой и железнодорожным вокзалом по автобусу номер 214. Министру транспорта Клебанову он не приглянулся, не счел господин Клебанов рентабельным этот маршрут, иначе бы его забрали вот эти дочерние любимые фирмы. Ну и, соответственно, можно этим маршрутом пренебречь. Теперь из Дема до железнодорожного вокзала придется добираться на перекладных. Как нам стало известно, на минувшем оперативном совещании в правительстве власти республики в спешном порядке осваивают 8 миллиардов рублей на подготовку к отопительному сезону. Видимо, с этой заботой столкнулись жители дома номер 12-2 по улице Блюхера в Уфе. Какая-то неопознанная бригада что-то там расковыряла, разломала под землей и уехала, оставив провалы в асфальте около подъездов дома и на проезжей части. Жители, конечно, подозревают, что бригада эта была от БАШ РТС, но мы так утверждать не будем, потому что мы воочию эту бригаду не видели. Обеспокоенные валящим из-под земли паром жители дома по улице Блюхера кинулись звонить в Ужихар Женькинского района и администрацию. Но были посланы в эротическое путешествие решительно и безвозвратно. В тревоге жители дома 12-2 купили 10 мешков цемента, разбодяжили его с водой и песком и, как смогли, забетонировали эти гейзеры. Но опасения за состояние подземных коммуникаций и фундамента дома их так и не покинуло. Похоже, мадам Голованова и без нас знает, куда пристроить 8 миллиардов рублей. По Уфе во многих районах тут и там бьют гейзеры холодной и горячей воды, идет пар и все вот это вот вместе, видимо, и является подготовкой к грядущему отопительному сезону. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На фоне всего вот этого великолепия инфантерибл уфимской мэрии Ратмир Мавлиев отметился в соцсетях милым поеданием городской черемухи и советами гражданам последовать его аппетитам и примеру. Ну, согласитесь, милота 80-го уровня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В почту канала «Открытая политика» и на соцсети нашего канала приходит неисчислимое количество всевозможных писем, просьб, жалоб и так далее. Зачастую эти письма являются реальным криком о помощи. Нам написали жители деревни Татарский Соскуль Гафурийского района. Около их деревни некая фирма разрабатывает карьер песчаногравейной смеси. И большегрузы, вывозящие вот этот ПГС, окончательно убили единственную дорогу к деревне. Жители обращались бесчисленное количество раз в администрацию Гафурийского района, писали письма, просьбы и так далее. И неизменно получают в ответ издевательские ответы, в которых им рассказывают о том, как много внимания в районе уделяется строительству и ремонту дорог. Вот прям перечисляют. Вот мы там дороги отремонтировали, здесь дороги отремонтировали столько километров, столько метров. Вот это все рассказывают жителям этой деревни, в которой на самом деле дорогу и не собираются ремонтировать. Ну, жители в отчаянии, у них впереди осень, впереди зима, распутится снега. Они, собственно, боятся того, что убитая большегрузами дорога отрежет их окончательно от цивилизованного мира и отрежет, например, от скорой помощи. Некоторые жители деревни уже поговаривают о необходимости силового варианта решения этой проблемы, а именно перекрытие дороги и блокировке вот этих вот большегрузов, вывозящих ПГС. Ну, в противном случае им остается наслаждаться победными докладами Прочаковской и Хабирова об успехах новой программы под названием «Фонящие дороги». Их-то собственная дорога в список фонящих, похоже, не попала. В последний год-полтора из каждого утюга нам вещают о том, что в стране все идет по плану. План этот, собственно, видимо, и есть та самая главная военная тайна Путина, и нам его знать не положено. Но в нашем телеграм-канале «Открытая политика», на который, кстати говоря, многие из вас так и не подписаны, мы провели опрос. Каковы ощущения наших подписчиков? Все ли идет по плану в этих самых ощущениях или не очень? И вот удивительные результаты этого опроса, в котором поучаствовало, кстати говоря, более тысячи человек. 10% опрошенных считают, что, хотя они не знают этого плана, но все в стране идет как надо. 10%. 7% уже начали ощущать некое отклонение от этого плана, но все еще настроены оптимистически. А вот абсолютное большинство, 68%, никакого плана в действиях российских властей не видят, а вопреки этому наблюдают бардак и бесконечную импровизацию. 68%. Ну, а оставшиеся 15% поняли вопрос неверно и завидуют тому забористому плану, который курят в Кремле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова